– Я сокращу свой доклад по максимуму. Историческую часть я опущу. Остановимся только конкретно на исследовании состава металла. Что я хочу сказать? Я услышала вопросы, которые задавались именно исследователям. И, например, Евгений Флюровнев, вам, молодой человек, я хочу просто показать, как именно мы в Гохране, у нас есть и ювелирные изделия, и нумизматические, и исторические в основном, и разрушать мы не можем при наличии хорошей лаборатории, разрушать мы не можем ничего. Мы постарались с этой стороны себя обезопасить тем, что мы как можно большее количество приборов с точки зрения физики задействуем на исследовании. Значит, мы взяли дукаты. Дуката, сами знаете, что это такое. Большинство стран Европы на протяжении 700 лет выпускало дукаты, придерживаясь первоначальных характеристик. Вес монеты 3,5 грамма, проба сплава золота около 580, и сплав золота 986 пробы получил название дукатного золота. Почему мы взяли именно дукаты? Именно потому, что они не подвергались порче. То есть, в принципе, там состав известен, что мы можем из него выжать. Мы взяли случайным образом, отобрали 15 монет из достаточно большого массива. У нас получились 1586, 97 и пошел дальше 17 век до 1648 года. Значит, обратите внимание на монеты. Монета номер 1, которая практически вся была в железе, и монета номер 15. Ну, просто хотя бы по оттиску. Вы отобьете их сразу. Что из себя представляет рентген, я думаю, не нужно никому объяснять. Здесь мы использовали ту же самую призму, которая была у докладчика ранее, нашего советского, откалиброванную на наши советские сплавы, и взяли американскую ванту. Как сказала Евгения Флюровна, сколько там говорится, лучше полтора миллиметра. Значит, для того, чтобы сделать как можно точнее результат, мы брали 120 секунд, измеряли три точки аверса, три точки с реверса и гурта соответственно. Значит, что у нас получилось? Это мы взяли сейчас только один метод. Для золотого сплава абсолютно точно известно, тем более для нашего, мы снимаем поверхностный слой порядка 20 микрон. В основе этой работы, в основе этих двух анализаторов и призмы ванта, у них один метод, но разные математические обработки. В американскую ванту мы тоже вложили, то есть, несмотря на то, что там были импортные сплавы, мы вложили и наши пробирные иглы. Они все стандартизированы, все выпускались в разные года. А почему мы это делаем? То есть, почему в разные года вкладываем? Потому что мы исследуем монеты 16 и 17 века. Мы их сравниваем с нашими современными стандартными образцами. Я не просто так спрашивала по поводу примесного состава. Они разные. Я имею в виду не основные компоненты золота и серебро, я имею в виду именно примесный состав. В нашем случае после измерения у нас содержание золота колеблется в допустимом диапазоне и в среднем составляет 98,1%. Наличие железа на поверхности мы тоже наблюдали. Я вам сказала, значение серебра 1,2%. Министр, мы там тоже обнаружили, порядка 0,3. Наличие железа в первой монете на порядок больше, но во всех остальных, да, на уровне шума, где-то 0,3. Но я специально хочу акцентировать ваше внимание на то, что 0,2, 0,3. Целое 98 и целое 2. Монета номер 15. Мы не знаем ее даты, но у нее абсолютно точно, вы видите, 99,7%. Монета номер 1 – 96%. Почему я их выделила? Потому что все остальные монеты, они входят в нормальный диапазон. 96% – это мало для дукатов, 99,7% – это много для дукатов. Хотя серебро у них у всех, мы видим. Распределение лигатуры. Для того, чтобы точно посмотреть все-таки, что у нас внутри, мы используем метод гидростатического взвешивания. Но, опять же, как вы видите, справочные данные мы сравниваем с ГОСТом. То есть ГОСТ – это современный ГОСТ, и значение у нас мы видим. Золото, серебро, медь. Какие могут получиться? Здесь также, видите, хорошее сходство двух приборов рентгеновских. То есть они хорошо согласуются между собой. И здесь мы видим, зеленой линией выделена гидростатика. Видите, насколько на порядок, два порядка, три порядка, оно ниже. То есть мы сделали гидростатическое взвешивание и перевели по современным ГОСТам в пробу. У нас получилось вот такое вот распределение. Что мы делаем дальше? У нас есть в гаохране методы для определения подлинности объектов из драгоценных металлов. Это акустическо-резонансный метод. У объектов с определенными стандартными размерами, массой и составом акустическая резонансная частота известна или установлена опытным путем. Видите табличку. Мы выделили конкретно по дукатам, какая должна быть резонансная частота. Значит, забегая немножко вперед, именно чтобы укоротить свой доклад, все монеты, кроме номер 1 и номер 15, да даже номер 1, практически вошли в диапазон резонансных частот. Значит, объекты можно считать подлинными, если полученные величины резонансных частот совпадают с табличными значениями. В нашем случае совпадают. Размеры и масса также соответствуют оригиналам. Все получается, кроме монеты номер 15. Плюс ко всему мы используем вихретоковый метод контроля. Это, как вы можете наблюдать, электромагнитное поле с электромагнитным полем вихревых токов, когда мы наводим их на объект исследования. И по фазочувствительному датчику, который вот здесь нарисован, в общем, бесконтактным способом, неразрушающим, мы определяем электропроводность. Позволяет сфальсифицировать сплавы. Например, что-нибудь, есть ли какая-нибудь начинка, или это просто покрытие из сплавов, из драгоценных сплавов. Что мы наблюдаем? Значит, синее – это значение плотности, красное – это значение электропроводности. Синим полем выделено значение плотности согласно табличным значениям ГОСТа. В красном выделено значение электропроводности по дукатам, представленных фирмой-изготовителям. То есть они сами просматривали большое количество дукатов подлинных. И что вот у нас получилось? Обратите внимание на монету номер один, у которой было заниженное все, значение золота и значение железа было большое. И монета номер 15, у которой зашкаливает значение и по плотности, и по электропроводности. Значит, немножко забегаем вперед. Нумизматический анализ показал, что обе эти монеты сомнительные. Если все остальные точно подлинные, то эти сомнительные. Результат вы видите на экране. По разным методам мы свели в общую табличку. Значит, у нас есть еще один метод. Обычно мы его используем для того, чтобы увидеть отклонения в монетных дворах. То есть в кристаллической решетке монетных дворов. Так как этот метод здесь не звучал, я немножко про него расскажу. Значит, мы здесь смотрим структурную характеристию натурокмерно-кристаллической решетки. То есть он позволяет нам определить именно атомную структуру вещества. Да, он тоже поверхностный. Но по разным измерениям в зависимости от разных параметров мы можем посмотреть подлинную монету и сравнить ее с предположительно, например, неподлинной. Опять же, мы здесь наблюдаем самый верхний отражение. Да, красное. Самое верхнее отражение – это наш образец. Он современный. Это сплава 986-й пробы Золотоеву, в которой присутствует 1,4% серебра. Медиа там нет совсем. Значит, чуть ниже мы видим как раз образец номер 15. И еще чуть ниже, в принципе, мы наблюдаем образец номер 1. Все остальные можете видеть в характерной двойной пике. Мы здесь не расшифровывали саму дифрактограмму. Мы здесь не смотрели вопрос о технологии. У нас есть работы очень серьезные за 2017-2019 года, где мы доказали, что саверенно, мы их взяли за 100 лет, что саверенно можно совершенно спокойно методом дифракции посмотреть и видеть отклонения, где сделано на разных монетных дворах. Здесь мы всего этого не делали. Здесь просто мы хотели показать, что даже самый элементарный PCA-анализ – это анализ главных компонентов – уже нам может показать отклонения от общего массива, например, тех же наших монет, которых мы взяли. Все исследуемые монеты состоят из плава 986-й пробы, кроме монеты 15, которые изготовлены из высокопробного золота. Наличие окислов железа никак не мешает нам определять. То есть не то, что подлинный, неподлинный, не позволяет нам уйти. Если мы, короче говоря, видим на поверхности какое-либо железо, обычно нам говорят, что вы не сможете посмотреть, какой это металл, то есть не сможете выйти на ту пробу, которая есть по-настоящему. На самом деле все спокойно можем, делая так, как делаем мы, чисто методически. Значит, все дукаты в пределах установленных весового допуска, кроме монеты 15. Ну и серьезных отличий мы, в принципе, и не искали. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.